всем привет сегодня решила соединить все свои ролики по корзинке воедино и сплетем мы все за один ролик берем и наше донышко можно взять из dsp смотрите между отверстиями у меня один сантиметр от края у меня 5 5 миллиметров сама донышко где-то 17 сантиметров можно делать донышко из dvp из фанеры и из картона берем наши трубочки трубочки пока у нас увлажнены вот такая форма мне форму сделал муж с помощью картона и термоклея делается она несложно вот такая вот длиной где-то будет у меня корзинка высотой то есть вот такое вот донышко получилось главное чтоб донышко встала вот четко в серединку наших отверстий и теперь будем оплетать наше донышко сверху у меня где-то 27 28 сантиметров диаметр так смотрите одели мы наши трубочки в наше отверстие сразу все не буду продевать чтоб не успевали высыхать одеваем 7 штучек 67 штук и загибаем померили чтоб у вас было как раз расстояние нормальная длина нижних трубочек я имею ввиду и загибаем поочередно каждую трубочку за шестую стоечку раз два три 4 5 6 6 за 6 трубу стоечку загибаем можно загибать и за пятую за седьмую вы смотрите как вам удобней слегка подклеили клеем можно не подклеивать можно подклеивать и таким образом мы по кругу все это дело проплетаем постепенно подставляя наши трубочки у menty у брbb как раз порayı простить и роя vill하는데 что ещеzinho хорошо они понятны а быть да сделал рей пат Cathedral то что может вот иметь дело вопрос и вы имеем то В этот момент то теперь о простите использовать все это неповторяны до Чтобы каждый раз не отмерять нашу длину внизу, которая должна быть, я опустила на одну баночку ниже и у меня получилось как раз размер наших трубочек. И теперь можно не отмеряя, просто брать и плести дальше. Проплели мы по кругу, теперь загоняем наши хвостики под наши предыдущие стежочки, аккуратно туда все это дело прячем. И смотрите, если как у меня получилось расстояние между стежками, сейчас я вам покажу его, вот я завожу последнюю трубочку, видите у меня получился небольшой пробел. Как ни странно, обычно этого не происходит, но к сожалению это произошло, поэтому ничего страшного, мы его сейчас тоже спрячем. этот у меня ролик был на прямом эфире, поэтому я его слегка укоротила, подрезала, ускорила, смонтировала и может кому-то он в таком виде больше понравится, поэтому смотрите если что здесь. если кому-то это сильно быстро, значит можете посмотреть в медленном темпе, в нормальном я имею ввиду, в предыдущих роликах все расписано очень подробно. не получается у меня здесь соединить, поэтому я подставлю еще одну трубочку и не буду морочить голову, она здесь идеально подходит. подставили и вот так вот у меня будет. теперь мы берем нашу трубочку. берем двойную трубочку, соединяем между собой, одеваем на стоячок и проплетаем первый стежок. нужно завести две трубочки за через один за стойку, но так как это был у меня, я уже говорила прямой эфир и стойки у меня остались еще влажные, не успели подсохнуть, они у меня гнулись, поэтому я в результате подставила шпажки в процессе плетения, которые там и остались у меня потом, но у вас эти стойки должны быть сухие, вот вы сплели донышко, одели форму и оставьте до высыхания, пусть стойки высохнут и потом только начинайте плести наше плетение послойное. у меня этого времени не было, поэтому я плету сразу. сейчас я одену несколько трубочек сдвоенных на стойке и после чего начинаем плести. берем двойные наши трубочки, заводим через один за стойку, стойки как я сказала у меня со шпажками, теперь берем следующую и заводим опять через один за следующую стойку. сначала я заводила по две, потом стала поочередно их заводить, так как было неудобно, стойки были у меня влажные, не просушенные. у вас будут просушенные, вам будет легче. так мы проделываем по кругу первый ряд, одеваю я в коктейльные трубочки для того, чтобы у меня рабочие трубочки не успели просохнуть, чтобы они были влажными до конца плетения. в коктейльные трубочками. это все за Loop 30 и 3 и клей-кактейльные трубочки для того, чтобы они Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь мы заканчиваем плетение первого ряда Одеваем до конца наши трубочки рабочие на наши стоечки И заканчиваем наш первый ряд Все стежки проплетаются через одну стоечку И на все отделе коктейльные трубочки Получилась вот такая картина Теперь мы можем взять абсолютно в любом месте наши двойные трубочки Нашу пару И плетем Плету я не по кругу Теперь можно плести так же по кругу по одному стежку Вот видите, через один за следующий Но я покажу, как плести не через один по кругу А проплетать практически сразу все Вот мы проплели один стежок Теперь берем следующий И заводим через один стежок за следующий Получился один стежок и один Теперь берем следующую пару И проплетаем до той стоечки, с которой мы начинали Вот мы проплели один, одну стойку И проплетаем следующую До следующей стойки И до вот этой стойки Мы ее пометим на всякий случай, чтобы вам было понятно Мы будем до нее проплетать все наши трубочки Все наши рядочки Пока не будет край нашей рабочей трубочки Сейчас поймете, о чем я Берем следующую Опять проплетаем до нее До нашей помеченной стойки Когда вы начнете это дело плести Вы поймете, о чем я Пока у нас, вот видите, расстояние еще остается У рабочих трубочек Поэтому плетем Сейчас мы доплетем до того уровня Когда у нас рабочая трубочка будет заканчиваться И плести уже будет нечем И значит будем заканчивать на предыдущих стоечках Не на той, которую мы пометили А они пойдут по кругу заканчиваться Но это будет понятно, когда проплетем еще Доплетаем дальше Уже виден наш узор Продолжение следует... Вот мы подошли к моменту, где у нас закончился Наши рабочие трубочки Вот такой вот высоты получается Хватает нам рабочие трубочки обычные Это где-то вот 10-11 сантиметров Чтобы вы знали, насколько хватает От одной рабочей трубочки до верха И теперь уже пойдет у нас по спирали По кругу заканчиваться Наши трубочки Не у одной стойки А к последующим стойкам Вот предыдущие у нас закончили за одной стойкой Теперь мы заканчиваем с другой стойкой И так по кругу Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так как это был прямой эфир Я до конца не показала Как я закончила плетение Но тут ничего сложного нет Вот как вы плетете Вот как у меня сейчас проплетается Так вы до конца доплетаете По кругу полностью все плетение И у вас все сойдется с началом плетения Ничего сложного в этом нет абсолютно Вот как сейчас плетется Так и плетем до конца Как закончить плетение такое я покажу Теперь мы будем его заканчивать Буду заканчивать не так как обычно Я сидела мудрила долго думала И решила вот сделать вот так Берем в любом месте и загибаем наши трубочки Одна за другую И заводим ее назад внутрь Теперь следующую мы также берем Заводим внутрь А эту за следующую трубочку Таким образом мы заводим все наши трубочки Во внутреннюю часть После чего мы их там потом обрежем Все очень легко и просто И довольно таки симпатично получается И не надо ничего мудрить Так мы проходимся по кругу И получаем очень красивый результат После чего я проплела потом веревочкой Из трех два ряда И сделала загибку Загибку я покажу в следующем ролике Чтоб вам было легче смотреть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После того как мы проделали эту по кругу Теперь мы будем заканчивать Последний наш виток Мы должны загнать под последнее начало Где мы начинали Отверстие отверточкой проделали Чтоб легче было И туда проводим наши последние трубочки И также их во внутреннюю часть Одну и вторую Дайте подсохнуть изделию А потом только обрезайте трубочки Ненужные Обрезаем под самый корешок Чтоб ничего у нас не торчало Все ровненько поправляем И получаем вот такую вот красоту После чего мы можем В принципе Или подставить новые трубочки Или воспользоваться старыми Беру там эти самые длинные трубочки И три штучки вывожу наружу Для того чтобы сплести веревочку из трех Можно так же как я сказала Просто подставить новые трубочки И ими начать плести А эти все пообрезать Проплетаю два ряда Как я и говорила Берем наши трубочки И загибаем одну за одну Наши стоечки Стоечки должны быть увлажненные Это первое условие Второе Я добавила в них леску Обычно я леску не добавляю Но так как эта коса такая вот Реально объемная Я решила попробовать с леской Потом у нас между стойками Ну где-то 2,2 см Расстояние между стойками Ну от двух до двух с половиной Можно так сказать Что еще Длина вот этих вот самих трубочек Которыми сейчас я плету Не такая как обычно Вот такую леску я добавляю Диаметр 1 мм Это леска каменщика вроде Если я не ошибаюсь Ну мне оно понравилось в принципе Так смотрите Подставляем мы наши обрезочки И добавляем дополнительную трубочку Рабочую Вот этот вот кончик Должен быть не Где-то сантиметров 10 Оставаться Мы потом его будем заправлять Теперь подставляем вторую трубочку Вот эти трубочки Которые мы сейчас подставляем Они должны быть сухими Такими вот конкретно высушенными Чтоб они вам хорошо заняли место Для следующей работы Закрываем стоечкой сверху Эту трубочку Сейчас я ее как надо уложу Вот так Теперь берем опять Нашу дополнительную трубочку Рабочую И туда добавляем Так Теперь берем еще одну трубочку Коротенькую Дополнительную И также подкладываем ее Под низ Под стоечку И на вот это место Сейчас Делайте точно так же Как у меня И добавляем опять Нашу трубочку Еще одну Таких вот трубочек У нас добавится Пять штук Обрезочков Три А самих длинных Пять Теперь мы продолжаем Работать Берем наши две Крайние трубочки И заводим их Под стоечок Наш И укладываем На то место Где мы укладывали Раньше Наши обрезки Тот же Кармашек Вот этот Аккуратно Все подтянули Чтоб ровненько Все лежало Придавили Нашим стоечком Опять Как я и говорила Добавляем Еще трубочку Итого У нас их уже Четыре Мы добавили Новых Опять Заворачиваем Под стоечок Все это Придерживаем Руками Чтоб ничего Никуда Не развалилось Добавляем Под стоечок И вот В этот Кармашек Придавили Стоечком Теперь Подставляем Последнюю Пятую Трубочку И продолжаем Дальше Берем Опять Крайние Две Трубочки Заводим Заводим Их Опять В то же Место Теперь Смотрите Мы берем Не добавляем Уже Стой Новую Трубочку А берем Верхние Наши Две Трубочки Крайние И укладываем Их Рядышком Со Стоечком И получается У нас Три Трубочки Теперь Опять Берем Нижние Две И Под стоечок Так же Как и Раньше Опять Придавили Стоечком И положили Рядом Еще Две Наши Трубочки В этой Косичке Ничего Мы не Обрезаем Обрезается Только В самом Конце Ничего Не путается Теперь Смотрите Берем Еще Две Наши Трубочки Нижние Укладываем Опять В наш Кармашек Придавливаем Стоечкой Теперь Берем Верхние И уже Видно Как формируется Наша Коса Сейчас Будет Небольшое Изменение И после Чего Будет Все Одинаково Ити Берем Наши Видите У нас Теперь Уже Внизу Три Трубочки Мы Берем Крайние Крайние Две А та Остается Коротенькая Мы Ее Потом Обрежем Также Положили Придавили Стоечком Завернули Верхние Две Теперь Берем Опять Две Три Трубочки Но Одну Мы Оставляем И берем Снизу Те Что Были Слева Укладываем Опять В кармашек Придавливаем Верхние Две Теперь Опять Нижние Три Трубочки Мы Берем Из них Две Вот Эти Коротышки Остаются Внизу Мы Их Потом Обрежем Здесь Я Убрала Трубочки Чтобы Было Лучше Видно И Теперь Мы Плетем Так По Кругу Теперь Скажу Насчет Длины Трубочек В начале Видео Я хотела Сказать Не Успела Трубочки Должны Быть Длинные Тридцати Сантиметров Мало Нужно Сантиметров Хотя Б 40 Чтоб У вас Была Длина Вот Этих Плетеных Трубочек Стоячков Лучше Всего Взять Из А3 Трубочки Когда Делаете В длину Вот Эти Длинные Трубочки Или Сразу Изначально Их Наращивайте Или В Процессе Плетения Косы Вы Будете Видеть Где У вас Коротко И Будете Там Их Наращивать Потому Что Коса Получается Объемная И Трубочки Требуют Длины На Коротких Стоечках Сразу Говорю Что Не Получится Надо Будет Доращивать В Принципе На Этом Коса Плетется Одинаково И Сейчас Покажу В конце Как Ее Заканчивать Дальше Дальше Субтитры сделал DimaTorzok Подошли мы к окончанию нашего ряда и теперь смотрите на место, где у нас были обрезочки, вот сюда, первая вот наша коротышка, на его место мы укладываем наши нижние две трубочки, которые мы укладывали раньше. Пока я его не вытаскиваю, сейчас положу одну, просуну, теперь вытащила и аккуратненько все это подвигаем. Берем вторую трубочку, не путаемся и на то же место укладываем, и так оставляем. Теперь берем место второй коротышки нашей и туда добавляем опять нижние две трубочки. Так же, как мы делали, так же мы делаем, только мы верхние пока не добавляем, только нижние. Вот сюда, куда я продвинула, сейчас чуть-чуть расширю. Почему я и говорила изначально, что эти коротышки должны быть сухими, чтобы они четко заняли место для наших вот сейчас трубочек рабочих, чтобы было удобнее туда просовывать. И вторую трубочку туда же. Все это выходит наверх пока. Теперь берем наши последние две трубочки. Одну оставляем, как и раньше, и две просовываем на место нашей третьей коротышки. Наших обрезочков. Сейчас мы аккуратно это дело туда просунем. У меня уже коса подсохнуть успела, поэтому уже тяжелее просовывать. Косу я эту плиту первый раз. И сразу, как всегда, вам решила показать. Очень коса, это хорошо смотрится на ажурных корзинах, на подарочных. Вот такая вот получилась у нас штука. Теперь смотрите, наши крайние две трубочки, которые выходили сверху, мы теперь будем туда просовывать. Под низ наш огрызочек, который у нас оставался, который я говорила, 10 сантиметров мы оставляем дополнительные наши рабочие трубочки. Теперь мы берем следующую наши две трубочки и в это место мы продеваем следующую нашу рабочую трубочку. Я ее слегка нарастила, так как она у меня оказалась не короче, чем надо. Поэтому я вам и говорю, что не меньше 10 сантиметров, чтобы вы не делали моих ошибок. Также продели туда внутрь, аккуратненько. Теперь берем следующую нашу пару трубочек и вдоль этой пары трубочек рядом укладываем вниз, вот куда проткнула я нашей отверточкой, туда я продеваю нашу кончик нашей трубочки. Это дополнительные трубочки, которые мы подставляли изначально. Дальше. Так мы проделываем все наши 5 этих трубочек. Заканчиваем. Осторожно все это туда продеваем, укладываем аккуратно. И остается последняя у нас трубочка. Последняя пара трубочек и последняя наша трубочка. Видите, у меня там вон леска торчит, желтая. Теперь заканчиваем. Берем нашу пару трубочек. Крайнюю трубочку продеваем на место, на свое место. Видите, у нас там входят по 3 трубочки, а здесь 2. Поэтому мы укладываем туда и третью, на это место. Вот сюда. Просто туда просовываем. Осторожно туда продеваем и укладываем. И так мы продеваем все наши 5 трубочек. Одна трубочка остается сверху, вторую из пары мы продеваем под низ. Все, что останется, мы просто потом обрезаем. И все. Еще одну пару. Просунули. И остается у нас одна трубочка. Берем трубочку крайнюю и так же просовываем внутрь. На этом наша коса, в принципе, закончилась. Осталось только обрезать. Можно, в принципе, прогрунтовать сначала, потом пообрезать. Но я обрезала сразу и ничего у нас никуда не выскочило. Все это вот мы вот так подрежем под самый корешок. И верхний, и нижний. Получаем вот такую вот в результате косу объемную. Подсунула свои стоечки. Они у меня остались как обрезки. Я их сзади просто вот так вот туда всунула, в нашу корзину. И теперь просто обкручиваем вокруг. Один слой мы просто оборачиваем вокруг нашу ручку. Так как они у меня были короткие, мои вот эти вот трубочки, которые я подставила. Это остатки. И они у меня остались, как видите, с загибки. С леской. Ну, так у меня будет в ручке и с леской. И без лески тут разнополые будут. И вот так я просто подставляю. Чуть-чуть капнула клея и подставила полностью по всей длине. С обратной стороны я сделала то же самое. Теперь смотрите, оборачиваем второй слой, подставив одну трубочку посрединке. И оборачиваем ее один виток за, один виток спереди. Второй ряд. Так мы делаем до конца нашей ручки. Аккуратно это все проделываем. Все плотненько прижимаем. И после чего мы будем как будто прошивать нашу ручку и получать соответствующий узор. Узоров можно придумать много таким образом. Но я вам покажу такой самый обычный, не сложный. Не сложный, но симпатичный. Проматываем по кругу. Теперь мы берем нашу отвертку или спицу. Подставляем с краю нашу трубочку. Трубочка должна быть хорошо обработана, увлажнена. Туда немножко клея можно подставить. И теперь мы вот так по диагонали проходим сквозь нашу трубочку добавленную ровную, которую мы подставили. И наш виток один стежок. Вот сюда. Так как трубочка у меня не сильно хотела проходить, я ее обрезала наискось острым-острым углом. Поэтому она у меня стала острая и легко стала проходить сквозь наши стежки. Если у вас трубочка и так хорошо проходит, значит не надо обрезать. Последующие я уже не обрезала. И таким образом мы прошиваем нашу ручку, применяя такой вот симпатичный узор. Мастер-классов в интернете довольно-таки много по этим ручкам. Поэтому это не мое изобретение. Говорю вам об этом сразу. И так можно проплести полностью всю ручку. Я решила проплести только небольшие участки в начале и в конце. Вот у меня оторвалась трубочка, надо поосторожнее быть. И посерединке я еще сделала. Но это уже на усмотрение самого плетона. И на этом в принципе наша ручка будет довольно-таки готова и очень крепко. За счет того, что внутри у нас некоторое количество сложенных вместе трубочек, можно какую-то другую основу взять, можно целые трубочки взять. У меня просто были обрезки, я решила обрезки использовать здесь. Между собой я подклеивала клеем, где вставляла вот эти вот трубочки. И получила в результате очень крепкую ручку и заодно использование своих обрезков. Ну а вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. Вот здесь вот я просто вот так обрезала, кончик я спрятала. И все, и ничего не видно. А мы с вами увидимся в новых роликах. Опять? Ну почему всегда такая реакция? Чего вы разволновались? Успокойтесь, дышите полной грудью. Тихо. Дышите полной грудью.